Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад приветствовать всех сегодня в зале. У нас сегодня здесь представители 37 субъектов Российской Федерации. Это главные специалисты по репродуктивному здоровью. Конечно, в основном по статистике мы собирали информацию. Всего назначено из 85 субъектов в 68 назначены главные специалисты по репродуктивному здоровью. Больше половины сейчас находятся в зале. На наш взгляд, и как сегодня подтвердили коллеги из Министерства здравоохранения, наши гости, что репродуктивное здоровье находится в безусловном приоритете. В связи с этим для нас не совсем понятна позиция некоторых регионов, которые не назначают в субъекты главных специалистов по репродуктивному здоровью, но мотивируют это тем, что у нас в субъекте с репродукцией и с демографией все хорошо. Конечно, большая часть из назначенных специалистов – это акушеры, гинекологи, специалисты в области репродуктивного здоровья, представители центров охраны здоровья семьи, репродукции, центров или отделений вспомогательных репродуктивных технологий. В некоторых субъектах это специалисты детские урологи, детские гинекологи, взрослые урологи. То есть, как мы видим в понимании региональных властей, в понимании Министерства здравоохранения, действительно репродуктивное здоровье – это мультидисциплинарная проблема. Здесь возникает ряд вопросов или сложностей с тем, как самоидентифицировать понятие репродуктивного здоровья, эту медицинскую специальность, поскольку как таковой медицинской специальности по репродуктивному здоровью нет. Но мы хотели бы, мы рассчитываем на активное участие вас, как главных специалистов, в создании документов, в создании клинических рекомендаций, порядков и стандартов, которые позволят усовершенствовать нашу медицинскую помощь. Для того, чтобы развести немножко эти понятия, порядки, стандарты и клинические рекомендации, вот упоминание порядков оказания медицинской помощи в федеральном законе о защите здоровья граждан, об охране здоровья граждан, где медицинская помощь организуется и оказывается на основании. В соответствии с порядком медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации, в соответствии со стандартами. Здесь мы видим, что клинические рекомендации здесь никаким образом сейчас, на сегодняшний день, в соответствии с действующим законодательством, не упоминаются. При этом, да, существует три категории документов. в клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и стандарты оказания медицинской помощи. Порядки оказания медицинской помощи разрабатываются по отдельным специальностям. То есть они регулируют, каким образом с логистической точки зрения оказывается с стороны материально-технического оснащения помощь по отдельным медицинским специальностям. К примеру, которые включают в себя этапы оказания медицинской помощи, правила организации этой медицинской помощи на местах, ее структурных подразделений, действия врача и так далее. Стандарт оснащения медицинской рекомендации, штатные нормативы. То есть это документ, подзаконный акт, документ регулирующего характер административного. Сегодня порядки оказания медицинской помощи созданы по медицинским специальностям. Я говорил, что может касаться репродуктивного здоровья. То есть порядка оказания медицинской помощи на сегодняшний день по репродуктивному здоровью нет. Потому что нет только медицинской специальности. Сегодня есть порядки оказания медицинской помощи по акушерству, гинекологии, их два, с использованием и без использования вспомогательных репродуктивных технологий, я думаю, что они прекрасно известны большинству сидящих в зале. Это порядки оказания медицинской помощи по урологии, детской урологии, андрологии и дерматовенерологии. Каждый из них регулирует в соответствии с областью взаимодействия врачей, структурных подразделений, материал-технические отношения, ну и все те вопросы, которые я упоминал. Сейчас мы разрабатываем проект и хотели бы в будущем услышать от вас возможные предложения какие-то по оказанию медицинской помощи, по созданию профиля репродуктивное здоровье, поскольку данная специальность, назовем ее сейчас специальность, была названа не специалистой по репродуктивной медицине, это не специалисты по репродуктологии, как часто, специалисты по репродуктивному здоровью. То есть мы, как сегодня сказал Олег Иванович, видим это как большую часть работы главных внештатных специалистов именно касательно в области профилактики, междисциплинарного взаимодействия и раннего выявления состояния нарушения репродуктивного здоровья, поскольку даже учреждения медицинские, представители многих, которые сегодня здесь, это центры охраны репродуктивного здоровья. То есть нам кажется, что именно такое название было выбрано, поскольку основной вопрос именно охрана здоровья. То есть, конечно, оказание медицинской помощи в том числе, но нам кажется, что главные специалисты по репродуктивному здоровью должны также являться такими центрами, ядром профилактической, просветительской работы в данном направлении и обеспечивать взаимодействие между главными специалистами, в принципе, врачами специальностей таких, как урология, детская урология, гинекология, дерматовинерология и, возможно, даже педиатрия, потому что роль врача первичной практики в этом, конечно, огромна. Стандарты оказания медицинской помощи разрабатываются по отдельным нозологиям в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и включают в себя усредненные показатели предоставления медицинской помощи, кратности. То есть это, по сути, формализованное описание того, какие объемы медицинской помощи предоставляются врачу. И одним из очень важных функций документов, стандартов медицинской помощи – это тот объем помощи, который гарантирован государством. То есть это то, что оказывается пациенту бесплатно в рамках программы госгарантии. Но стандарты медицинской помощи не позволяют врачу принять то или иное клиническое решение, поскольку они включают в себя все возможные оплачиваемые методы оказания медицинской помощи лишь с усредненными вероятностью его применения. То есть на основании стандартов медицинской помощи, так же, как и порядков, врач не может принять решение о том, каким образом лечить конкретного данного пациента. Ну вот так выглядят стандарты. То есть по сути они наносят, упрощенно говоря, медикоэкономический характер, позволяют организовать экспертизу качества объема медицинской помощи, поскольку говорят о том минимально необходимом уровне медицинской помощи, который должен быть оказан пациенту с тем или иным заболеванием. Они, естественно, не включают в себя вопросы диагностики, профилактики. Они устанавливают лишь лечение уже установленным конкретным диагнозом человеку. Здесь вы можете видеть перечисленные соответствия с номенклатурой медицинские услуги, кратность применения. То же самое касается и лечения. Существует больше 1200, насколько я знаю, стандартов оказания медицинской помощи. Как говорила Вероника Игоревна Скворцова о том, что они устаревают в том числе лавинообразно. И просто технически невозможно и неэффективно, нецелесообразно постоянно обновлять эти стандарты, поскольку, как вы обновите одни стандарты, другие уже к тому времени устареют. Поэтому стандарты, они, конечно, никуда не уйдут, насколько я знаю, но опираться на них клиническому врачу невозможно. Они, в общем-то, и не для этого создавались. Итак, клинические рекомендации подходим к этому вопросу. Клинические рекомендации на сегодняшний день, сегодня они, в отличие от порядков и стандартов, они не обязательны к применению. Хотя Вероника Игоревна буквально недавно цитата сказала, что для нас очень важно, чтобы они, рекомендации, приобрели обязательный характер на территории всей страны. То есть сегодня клинические рекомендации не обязательны. Все мы, как практикующие врачи, это знаем, что это ишь, они называются рекомендации. Но, насколько я понимаю позицию министра здравоохранения и мистерства, может быть, наши гости уточнят этот вопрос, подскажут, они, возможно, в скором будущем станут обязательными к применению. Собственно, чего мы и ожидаем. Они разрабатываются профессиональными общественными организациями, в отличие от порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Они разрабатываются нами, с вами. То есть, собственно, непосредственно врачами и для врачей, общественными организациями. Есть клинические рекомендации, созданные несколькими общественными организациями. Допустим, в этом зале ежегодно проходит мероприятие, рациональная фармакотерапия, урология, где ежегодно выпускаются федеральные клинические рекомендации по инфекциям мочеводящих путей, половых органов и так далее. Которые создаются тремя общественными организациями. Российским обществом урологов, Российское общество межрегиональной ассоциацией клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии. И еще организациями. То есть, нам, как специалистами по репродуктивному здоровью, существует несколько общественных организаций в этой области. Это и Российская ассоциация репродукции человека. Это общество акушеров-гинекологов. Это общество урологов. Это Лига специалистов мужской репродукции. Это интернет-форум урологов. И еще ряд организаций, которые по законодательству имеют возможность создавать клинические рекомендации, в том числе и совместно. Клинические рекомендации утверждаются на заседаниях этих обществ и утверждаются главными специалистами и профильными комиссиями. Собственно, для чего мы здесь и собираемся. Для того, чтобы определить порядок утверждения этих клинических рекомендаций. Они, в отличие от предыдущих документов, перечисленных, позволяют врачу принять клиническое решение, которое в дальнейшем будет обязательным. Если клинические рекомендации станут обязательными к исполнению. При этом сегодня по действующему законодательству действительно клинические рекомендации упоминаются в федеральном законе лишь в двух местах. Это в 64-й статье о том, что критерии оценки качества медицинской помощи будут основываться на клинических рекомендациях. Они разрабатываются с участием главных специалистов. На основе клинических рекомендаций протоколов по вопросам оказания медицинской помощи. Также о том, что профессиональные некоммерческие организации имеют возможность и право создавать клинические рекомендации, принимать участие в разработке порядков оказания медицинской помощи, стандартов. То есть имеют право принимать участие. Вспомогательное, видимо, для Министерства здравоохранения, которое играет здесь ведущую роль. А вот в создании клинических рекомендаций врачебная общественность играет ведущую роль. То есть от нас с вами конкретно зависит, какие клинические рекомендации мы получим и по каким клиническим рекомендациям мы с вами будем работать. Часто, конечно, и критикуют, допустим, к примеру, стандарты, потому что они разрабатываются неврачебным сообществом. Так вот, если мы создадим с вами клинические рекомендации, скажем так, не очень высокого качества, виноватым в этом будет именно само врачебное сообщество, потому что оно и ответственно за их создание. На сегодняшний день есть федеральная электронная медицинская библиотека, которая содержит в себе клинические рекомендации по всем медицинским специальностям. Я попытался вчера буквально отобрать те, которые могут относиться к репродуктивному здоровью. По нашему мнению, это, конечно, все рекомендации по акушерству и гинекологии, потому что сама специальность направлена на лечение органов репродуктивной системы. Это детская урология, андрология, детская эндокринология. Одна из шести клинических рекомендаций касается гипогонодизма, к примеру, у детей. Это и урология 3 из 18 клинических рекомендаций, эндокринология 8 из 26, гермодетенерология. То есть все эти клинические рекомендации утверждаются только профильными специалистами. К примеру, по урологии, те, которые касаются мужского бесплодия, эректильной дисфункции, они утверждаются главным урологом, без участия специалистов в области репродукции, то есть специалистов по репродуктивному здоровью, главных специалистов. То же самое касается всех остальных дерматонерологии и педиатрии. Как создаются на сегодняшний день клинические рекомендации? Были проекты разные, национальные медицинские аппараты, были проекты и общества специалистов по доказательной медицине. В итоге сегодня, Марина Викторовна поправит, существует два актуальных документа. Это требования к оформлению клинических рекомендаций по размещению в рубрикаторе, который содержит в себе структурные элементы, и то, что должно быть, как должны быть оформлены клинические рекомендации, они все есть в открытом доступе, и рекомендации по разработке алгоритмов действий врача, блок 7, которые являются неотъемлемой частью этих клинических рекомендаций. С уже имеющимися, вы можете ознакомиться и в рубрикаторе, и в федеральной электронной медицинской библиотеке. На сегодня, например, то, что касается мужского репродуктивного здоровья, в соответствии с нормативными документами, каждая клиническая рекомендация имеет свой профиль. Допустим, рекомендации по мужскому бесплодию, по ректильной дисфункции, по гипогонодизму, имеют профиль урология. То есть они утверждаются профильной комиссией по урологии и главным внештатным специалистом по урологии. На сегодняшний день, имея должность главных внештатных специалистов по репродуктивному здоровью, логично задать себе вопрос, не можем ли мы принять участие в утверждении, в подготовке, в разработке клинических рекомендаций по данной тематике. Мы говорим здесь о том, что мы знаем это мужское репродуктивное здоровье. Может быть, хотим услышать от вас предложение о том, какие вы видите клинические рекомендации, которые могли бы разрабатываться совместно, ну, к примеру, педиатрами и специалистами по репродуктивному здоровью, эндокринологами и совместно специалистами репродуктивному здоровью. Здесь мы открыты для ваших предложений, хотели бы услышать ваше мнение. Соответственно, наши предложения, вот уже непосредственные, подготовленные, это, допустим, для группы мужского бесплодия изменить профиль урологии на репродуктивное здоровье. Потому что сегодня, к сожалению, складывается такая ситуация, что многие урологи, занимаясь вопросами андрологии, не имеют соответствующего образования даже в рамках повышения квалификации. Поэтому нам хотелось бы такие изменения внести. Это для группы эректильной дисфункции, допустим, установить два профиля. Урология и репродуктивное здоровье. Чтобы клинические рекомендации по этому разделу утверждали совместно специалистам-урологам и главным вмешательным специалистам по репродуктивному здоровью. Также для группы гипогонодизма установить профиль, допустим, эндокринология и репродуктивное здоровье. Здесь мы также готовы услышать ваше мнение, ваше предложение о том, какие вы видите специальности, какие вы видите клинические рекомендации, которые могли бы разрабатываться совместно с специалистами, либо ввести дополнительные группы в перечень. Может быть, вы считаете, что каких-то клинических рекомендаций не хватает, и они должны быть. В частности, мы предлагаем ввести такое понятие, как рекомендации по профилактике репродуктивных нарушений. Потому что, к сожалению, проанализировав имеющиеся клинические рекомендации, мы видим, что профилактике зачастую уделяется несколько формальное, на наш взгляд, не совсем достойное внимания вопросам профилактики, изменения образа жизни, немедикаментозного лечения, тех или иных состояний путем изменения каких-то поведенческих черт. Человека по изменению, к примеру, поведению, питания, физической нагрузке. То есть вот такие вещи мы также предлагаем создать клинические рекомендации по профилактике репродуктивных нарушений. Это могут быть одни клинические рекомендации по всем репродуктивным нарушениям, по профилактике. Могут быть по женским, по мужским, по детским отдельно. Здесь мы также открыты для дискуссии. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Степан Сергеевич, спасибо.